Александр Артамонов. Книга «Бесправо на возвращение. Исповедь разведчика». Приобретайте во всех магазинах страны. Не сразу Т-34, который вы видите в фильмах, превратился в Т-34. И, переходя, потому что я не историк Второй мировой войны, я просто говорю про то, что и здесь тоже чудес не наблюдается. Здесь нет чуда. Мы просто на сегодня имеем более короткое транспортное плечо от завода до фронта, и имеем, естественно, другой настрой, другой дух населения. Хотя, с той стороны, такие же славяне, у них тоже дух, дай Боже. Поэтому дух давайте уберем. Наверное, где-то, к сожалению, пока еще равен, но нашу пользу побольше. И еще мы лучше воюем. И, в-четвертых, мы сидим в укрытии. А так как нам приходит наступление, возвращаясь, опять-таки, к тому же самому тезису, армию будут увеличивать на 100%. Армия на сегодня даже та, которая под ружьем во многом еще не обстреляна, относительно той армии, которой она должна быть. Это не армия наша, 43-44 года. Это армия, состоящая из молодых рекордов. Да, которых мы бережем, да, которые прошли хорошо полигоны и получили учебку минимум полгода по советским образцам. Только эпохи войны, а не мира. То есть не тогда, когда чистят картошку, а тогда, когда действительно готовятся к боевым действиям. Но все равно это еще армия не обстреляна до конца. И слава богу, что под руководством очень опытных командиров. И далее я вот здесь поставлю, как говорится, включу паузу, потому что продолжать дальше эту мысль я не буду, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Всего вполне понятна для меня причем, да. Вот. Но, так как у нас в скором времени закончится число людей, которые идут по контракту, это я к первому, кто что вам рассказал, про предпринимателя, который сказал, что скоро он не будет знать и брать водителей. Но хотел сказать, не будешь знать за 40 тысяч рублей, дай 80 тысяч рублей, и у тебя сразу появится кандидат. И относись к мужикам, как к самому себе. Ты попробуй, как отец, 7 месяцев, проживи на 40 тысяч рублей. Тоже супчик, голубчик. Вот. Естественно, что мужик пойдет за 200 тысяч воевать по неволе. Но он любит отчизну, но параллельно все-таки, знаете, тут соображений много, все же люди, все же человеки. Вот. Одним словом, после этого мы опять перейдем к мобилизации. Я думаю, что следующая волна мобилизации будет апрель-май, соответственно, следующего, 2024 года. Пока у нас армия не будет 2-3 миллиона человек, мы не будем с вами жить спокойно. Ну, просто по совершенно объективным причинам. Какие причины? Перехожу к оружию. Потому что в очень скором времени мы окажемся в зоне прилетов Таурусов. Потому что в данный момент проводятся работы по кастомизации, ну, дьявольское словечко, приспособлению. Шины с передачей данных на новый носитель. То есть надо F-16, грубо говоря, спарить, как телефон с другим устройством, с Таурусом. Таурус не годится под F-16. Он, в принципе, для другого типа воздушного судна, точнее, самолета предназначился для F-15. Но сейчас они проводят эксперименты в Румынии на аэродроме Фетиште по превращению вот этой новой спарки в боевую единицу. То есть им необходимо поставить на F-16 Таурус. Для тех, кто забыл, Таурус – это ракета класса Искандера. Для тех, кто не знает, скажу. Если вы откроете Википедию, никогда не верите в Википедию, то написано, что дальность полета Искандера составляет 500-550 километров в варианте М. М – это не экспертный вариант, внутренний. Внешний – 250 километров. То все бы хорошо. Откроете вы, допустим, какой-нибудь американский National Defender и выясните, что, с их точки зрения, Искандер летит на 2000 километров. Ну и слава богу, что летит. Другое дело то, что вот мы так нехорошо отработали в 90-е годы, что западники слезнули наши технологии. Таурус – это аналог Искандера. Он тоже у меня делает горку, у нас только мы из пикирования вниз. И также летит в качестве ракеты. Ну, ПКР, именно не ПКР, просто КР, крыло этой ракеты. То есть может лететь на высоте 50 метров, а может заходить с горки. Две разных модификации, она вот Таурус. У нас то же самое с Искандером. Это его аналог. Так вот, еще раз. Жил, был такой Марк Рюте. Премьер-министр Нидерландов. Замечательный человек, в кавычках. Вот. Это я, знаете, галерею уродов расширяю. Сейчас поймите, почему здесь Таурус. Вот. Значит, жил, он себе и был. И зовут его, кстати, вся в Нидерландах Тефлоновым, то есть непотопляемым. И к нему что-то грязь не липнет, хотя вроде бы как. Вот. Ну, такой человек, кто призывает к полной русофобии, то есть тому, что война с русскими до последнего русского, то вдруг вот неожиданно в январе выступил перед Конгрессом США с тем, что придется с русскими как-то договариваться. Какому Рюте верить? Ну, такой весь себя странный. Годика четыре назад, то есть не годика четыре, а четыре года назад давал интервью и заявил, что больше всего ему нравится быть потому что принадлежит миру. Я цитирую интервью. А еще ему нравится ходить голым, когда он дома при закрытых шторах. У него квартира 200 метров, мало того, как он сказал, что живет в городе Мониночестве. Ну, зачем ему пара-то, если он совсем верн, наверное, это там, не знаю. Да? Вот. Ну, вот они, условно, раздеваются, ходят там и занимаются русофобией, скажем так. Вот. А после этого вот берет и принимает решение, в частности, о посылке F-16-х на базу фетишта в количестве 42-х единиц. И, наверное, такая же, точнее, совсем не женщина Кайса Олленгрен, судя по ее внешности. Были такие женщины, знаете, у которых, как говорится, там эстрогена мало, а тестостерона очень много. Они условно женщины, просто оформлены как женщины, на самом деле никакие не женщины. Это как некоторые борчихи побеждают на ринге, там, или как кто кого там перебарывает, или перепрыгивает, ну, да. Вот. Вот эта самая псевдо-женщина Кайса Олленгрен вместе с Рюте, они решили побороться за интересы Нидерландской королевской семьи. В чем интересно, Нидерландской королевской семье как-то освещал. Им принадлежат, как они считают, принадлежат рудники на севере и северо-востоке. Они их купили. Ну, как месяц. Ну, то, что мы освободили территорию, их не касается. Ну, мы же все тут быдло, рабы. Нет, они реально приберли себе в эксплуатацию. Как бы имущество же свое. Как говорится, имущество жалко. Землица своя. Недры тоже. Вот они решили 42 борта и в 16-х поставить фетиш, а потом, как я тоже однажды уже говорил, фетиш-то превратить в центр подготовки пилотов F-16. Теперь я разошью еще эту информацию. Вот узнал из оперативных источников на днях. Меня все интересовало, как вот они этим недотепом, слово-заменитель, чтобы не говорить по-армейски, предоставят столь дорогую технику, как F-16. Нет, у меня была мысль, что они им предоставят что-то такое совсем рухлядь, потому что в 16-х машин выпустили с 75-го года очень много. Их порядка 3000 экземпляров. Но ведь, с другой стороны, рухлядь-то ведь сразу и собьют, потому что ЗРК-то у нас работает. Ну вот ощущение, что не рухлядь. По двум соображениям. Первое, у Нидерландов нет рухлядь, у них блок 52+, то есть современная модификация в 16-х. Лучше у поляков. Поляки переплюнули, у них 60-я модификация. Они назвали ее Ястреб, ну, назвали, назвали. Так вот, вот это 52+, похоже, будет давать в руки ветеранам натовских армий. То есть сейчас уже тайно идет, ну, так, сбор под знамена людей старше 40 лет, ну, уволившихся уже из ВВС, там, Франции, Нидерландов, Германии, которые готовы там... Это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании.